По поводу отделительного слоя и по поводу того, как он формируется. Мы это с вами обсуждали, что у отделительного слоя есть две функциональные части. Первая функциональная часть – это так называемый отделительный слой, сам по себе отделительный слой, чьи клетки лизируются, и при лизисе все это опадает. Но параллельно с этим или даже до этого, в зависимости от того, какое растение мы имеем в виду, мы, соответственно, до того, как начнет происходить лизирование клеток отделительного слоя, начинает формироваться вот здесь, так называемый защитный слой, чьи клетки субернизируются или ливнифицируются, и, соответственно, к моменту лизиса отделительного слоя, клеток отделительного слоя, соответственно, происходит формирование передермы. Но не у всех есть этот защитный слой, у кого-то передерма начинает образовываться уже после начала лизиса слоя, отделительного слоя. Значит, что касается англоязычной литературы, то, соответственно, отделительный слой называется obsession zone, да, такая зона обсцессии, деструкции и так далее. Вот, ну и дальше, соответственно, из-за лизиса сокращается размер этой зоны обсцессии, и в итоге формируется вот этот вот отделительный слой. Ну, все прекрасно, замечательно. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит с анатомической точки зрения. Это, соответственно, статья, которая рассказывает о том, что все это, конечно же, контролируется гормонами, и мы об этом с вами прекрасно знаем. Я говорила, что делительный слой формируется под воздействием этилена, за исключением того опадения, которое контролируется абсцезовой кислотой, и это уже связано с засухой, да, то есть когда слишком сухо и опадают листья, это все контролируется абсцезовой кислотой, абсцезинами. А в норме все это контролируется этиленом, но при этом этилен с ауксином – это такие взаимоисключающие немножко гормоны, потому что, ну, этилен – это про все, ребят, мы каждый уберечь, отделиться и так далее. Ауксин, наоборот, это про то, что, ребята, давайте расти, давайте, значит, развиваться и так далее. Так вот, эта статья, она рассказывает о том, как в процессе опадения листа происходит полное исчезновение какого бы то ни было транспорта ауксина из листа в стебель или из стебля в лист. Ну, вот здесь вот показано формирование этого отделительного слоя, вот это вот зачатки формирования, а это уже непосредственно сформированный отделительный слой. Все, что синеньким помечено, это маркеры ауксинов. Вот, и как вы видите, к моменту формирования отделительного слоя, вот эта вот часть, которая должна пасть, оказывается полностью без ауксинов. Ну, соответственно, это вот такая вот некоторая контроль. Ну, а это анатомические срезы, как это все формируется. Вот, собственно, нормальный здоровый лист, ничего не происходит. Листовая пластинка, да, и вот по мере, соответственно, формирования, соответственно, происходят вот такие вот омертвевшие ткани. Вот, ну, они явно в данном случае непосредственно защитный слой передермального происхождения, работы филогена. Ну, вот такая вот интересная история. Что касается контуров люста, мы тоже с вами об этом говорили, что это некий сэндвич. Вне зависимости от того, какие листья мы рассматриваем, с одной и с другой стороны, это всегда покрыто эпидермой. А вот что находится внутри, как будет выглядеть хлоренхима, как будет выглядеть проводящий пучок и тем более, как будут располагаться механические ткани, будет зависеть от очень большого количества параметров. Но в любом случае самая первая особенность листа, с которой все начинается, это, конечно же, черешок. Но, правда, про черешок мы уже говорить не будем. Эпидерма. Когда мы говорим про эпидерму и когда мы говорим про среднестатистические листья нашей полосы, растения нашей полосы, то мы имеем в виду, что эпидерма верхней поверхности листа и нижней поверхности листа отличаются друг от друга. Ну, соответственно, адоксиальная сторона верхняя листа и абоксиальная сторона листа нижняя. Ну, я вот сюда добавила такую картиночку, мне просто очень понравилась толщина кутикулы. Очень жирненькая такая кутикула, вообще классная. Эпидерма при этом очень вариативна. Это сложная ткань, которая может содержать очень большое количество различных клеток, выполняющих разные функции. В норме эпидермис листа выполняет очень много функций. Несмотря на то, что основная, это, конечно же, защита от неблагоприятных факторов и транспирация. В данном случае на эпидерму выпадает транспирация. Это также различные функции выделения веществ. И тут, на самом деле, много чего оказывается. Это и выделение газов при транспирации, выделение воды при транспирации, выделение солей. И выделение солей может происходить не только при помощи транспирации, но, в конце концов, ионы в растворенном виде же могут выделяться. Выделяться, да. А с другой стороны, мы можем вспомнить про то, что существуют различные волоски трихомы, которые могут быть выделительными структурами. К тому же, как еще может вода выделяться? Вода может выделяться еще при помощи гидатод, создания гидатод. Там тоже эпидерма участвует. У некоторых растений эпидерма участвует в фотосинтезе. Ну, да, бывает такое. Также эпидерма может принимать участие в поглощении воды и минеральных веществ. И тут мы с вами должны вспомнить опять суперволосатые какие-нибудь листочки, которые богаты дохлыми трихомами, то есть трихомами, у которых остались только клеточные стенки, и они будут работать как губки. И дальше мы должны вспомнить с вами какие-нибудь аридные зоны, где суховато, жарковато, и надо как-то ловить водичку. Вот это вот структура для улавливания водички. Дальше. Синтез различных соединений и, да, конечно, синтез различных соединений. Дальше мы должны вспомнить с вами, например, про ту же самую кутикулу. Основная, конечно же, нагрузка ложится на эпидермис. Вот. Участие в движении листьев, да, участие в движении листьев, перераспределение натяжения, рост растяжения, фоторецепторы. Вот. Ну и восприятие раздражений все через те же самые трихомы. Что касается эпидемы, я нашла очень интересную статью, значит, о чем она говорит. Значит, это немецкие ученые, которые исследовали, короче, насколько хорошо жуки могут удерживаться на листьях. Ну, а так как самым мерзким вредителем, ну, не самым мерзким, ладно, энтомологи меня сейчас покромсают. Вот. Одним из неприятных товарищей в наших садах и огородах является колорадский жук. Ну, он вообще-то сам по себе, наверное, классный, но в ретроспективе, ну, такое себе. Так вот, они взяли колорадских жуков, ну, как вы понимаете, уже не живых, а этих откинувшихся. Вот. И, соответственно, сделали вот такую вот установочку. То, что помечено буквкой Пи, вот это вот зелененькое, это, соответственно, они клали туда листья. Ну, чаще всего листья, иногда лепестки, иногда поверхности плодов. Вот. Дальше они туда сажали жука, отсюда они, соответственно, выдували воздух, вот, и смотрели, насколько, соответственно, хорошо прикрепляются лапки жука к поверхности, насколько происходит сопротивление или скольжение, в общем, все это они с математической и физической точки зрения высчитывали. В итоге у них там получалась такая тяжевая сила, вот эти вот тяговые силы, вот эти еще где-то, вот, вот, тяговые силы, да, вот у них, значит, они измеляли эти тяговые силы. А дальше они сфотографировали под электронным микроскопом, например, лапку этого колорадского жука и выяснили, что на самом деле у колорадского жука есть энное количество типов ворсинок на лапках, и они на самом деле разные. Это не, как это, нарушение технологии консервирования лапки для электронной микроскопии, в смысле сканирующей микроскопии. Они действительно какие-то четко прямые, какие-то буковкой Г, да, какие-то вот с такой вот лопаточкой на краях, какие-то вот с этой капелькой на краях. В общем, они действительно отличаются, и выясняется, что они отличаются не просто так, а отличаются они специально для того, чтобы жук имел возможность прикрепляться к различнейшим поверхностям. А дальше они берут растения, различные растения, тут кто у нас есть, и магнолия, и пионы, и колотей, в общем, кого только нет, и розы, и витязь. Что они исследовали? Они исследовали 9 вариантов взаимного расположения клеток эпидермы и кутикулы на ней. Смысл в том, что вот эти вот табличатые клетки эпидермы, они могут располагаться максимально плоско. И тогда мы говорим, например, про вот вариант И с точкой 1, да, то есть клетки располагаются очень, ну, мало того, что плотно друг к другу, так еще их самые периферические поверхности, которые соприкасаются с воздухом, никак не выпирают. Дальше интенсивность выпирания, соответственно, может увеличиваться, и в конце концов мы можем получить вот такой вот формы клетки, которые очень сильно выступают. Да, вот здесь вот плотность контактов очень, ну, хорошая, соответственно, плотная, но при этом поверхность сильно выпирает. Но все эти клетки при этом покрываются равномерно кутикулой и нет никакого рисунка на самой кутикуле. Но может же быть и обратная история, может же быть такая история, что кутикула будет откладываться с каким-то рисунком. И выяснилось, что, в принципе, есть три подхода. Можно сделать плотную, равномерный слой кутикулы. Понятно, что толщина может быть разной, но неважно, в данном случае ученых интересовала только поверхность, в смысле, что сама кутикула будет ровной. Дальше есть вариант, когда кутикула оказывается не ровной, а как бы с такими, фактически как ворсинки, сделаны ворсинками. И тогда это будет… Ну, представьте себе, что вы ровный коржик, смазанный, соответственно, шоколадным кремом, посыпаете какой-нибудь сахарной пудрой. И у вас получается поверхность такая вся ребристая. Ну, вот классический вариант D, E, F, ну, ничего не важно. А есть другой подход, когда формируются борозды. То есть это не просто посыпочка сахарной пудрой, а вот прям целенаправленные борозды на поверхности, которые формируются кутикула. И в итоге у ученых было 9 вариантов взаимного расположения формы клеток и кутикулы на ней. Поэтому были не всегда взяты листья, иногда брались поверхности фруктов. Я вот не помню, у кого-то из них брался фрукт. Помню, колотые брались плоды, поверхность плодов. Ну и в общем, что получилось? Ой, сейчас. Ну, давайте прочитаем. Сейчас я уберу записи. Значит, форма клеток и наложенная микроструктура. Значит, под наложенной микроструктурой, как вы понимаете, понимается то, как сформирована кутикула. Оказывает противоположное влияние на прикрепление колорадского жука. То есть, казалось бы, по идее, самой эффективной структуры должна оказаться вот эта вот часть. То есть, там мало того, что борозды, которые мешают всему этому делу, так еще и выпуклые клетки. А нет. Оказывается, что вот эти два вектора по способности колорадского жука прикрепляться оказываются взаимопротивоположными. Что получается? Выпуклые и сосочковидные клетки, в общем, это... Ой, как же я люблю чихоть. Кайф. Значит, выпуклые – это вот эти с двумя точками, а сосочковидные – и с двумя точками. Усиливают прикрепление колорадского жука. Короче, если у вас негладкие клетки, а выпуклые клетки, тогда... Спасибо большое. Тогда колорадский жук... В смысле, спасибо за желание здоровья. Тогда колорадский жук прекрасно, наоборот, плохо прикрепляется. А вот создание борозд при помощи кутикулы уменьшает прикрепление. То есть, еще раз давайте посмотрим на наш слайд. Получается, что у меня... Сейчас, секундочку. Вот. Значит, если у вас вот такие клетки без кутикулы, ну, то есть с кутикулы, но ровненькой, то на них колорадский жук прекрасно прикрепится и будут делать свои грязные делишки. А если у вас даже плоские клетки, и лучше, чтобы клетки были плоскими, но при этом бороздчатое наложение кутикулы, тогда колорадскому жуку будет прям плохо. Итак, внимание, вопрос. Какая из этих девяти клеточек, какая буква, какой рисунок будет самым удачным с точки зрения того, чтобы колорадский жук не прикреплялся? А. Что это А-то? Б. А, не. Злата, если ты что-то говоришь, говори, пожалуйста, громче. Еще раз. Д или последний, я не вижу. И. Ну, смотрите, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Так, кто-то говорит, что G, A, B, C, D, E, F, G. Кто-то говорит, что I. Нет, смотрите, ребят, нет, значит, смотрите, когда у нас вот эти супервыпуклые клетки, вот эти вот супервыпуклые клетки, это то, что позволяет к лапке жука зацепиться. И это означает, что автоматически весь вот этот вот ряд нам не подходит, потому что он способствует прикреплению. Да, соответственно, вот эти вот сосочковидные клетки, в общем, они по форме называются сосочковидными клетками, видимо, по аналогии с тенфонатного языка, они тоже усиливают прикрепление. Поэтому на самом деле самым неудобным с точки зрения прикрепления жука оказывается вариант G. Так, трихомы. Про трихомы часть я вам рассказывала. Мы сегодня, надеюсь, с вами будем говорить про хиршные растения, тоже поговорим про их трихомки. Про трихому, значит, аробидопсис целиана, наш любимый аробидопсики. Тоже можно сказать, так, про крапивку мы тоже говорили, про коровяк и его супер разветвленные трихомы мы тоже говорили. Так, ну а теперь давайте подробнее. Значит, эпидерма в основном, конечно же, однослойная. Ну и, правда, у подавляющего большинства растений она однослойная. Ну, скажем так, у многих предстоит, она однослойная. Но бывают два варианта развития событий. Значит, три. В каком случае она может быть многослойнее? Первое, когда нужна прям супер дополнительная защита, и тогда мы просто говорим про там три слоя, там три, два, три слоя эпидермы. Это ладно. Другой вариант. Когда мы хотим в эпидерме для дополнительного укрепления туда что-нибудь такое поместить. Тут сразу вспоминается классический вариант. Это создание клеток, которые называются литоцисты. Значит, клетки литоцисты – это большие по размеру клетки, в которых откладываются некие кристаллы, литоцисты. В данном случае это… Я забыла, как называется этот фикус. Это же не простой фикус. Это какой-то особый фикус. Я, в общем, забыла, как он называется. У него формируются цистолиты внутри. Значит, собственно, цистолит – это непосредственно структура, отложенная в виде кристалла. А сама клетка будет называться литоцист. Ну или литоциста, в зависимости от того, как мы все это считаем. Дальше возникает вопрос. А вообще зачем откладывать кристаллы? Ну, можно, конечно, сказать, что давайте крепость. Тогда я вам отвечу, почему вы тогда не сделали подобными груши и не откладываете какой-нибудь кремний или какие-нибудь склериды отдельные. Все дело в том, что фикус, на самом деле, откладывает не просто цистолиты. Это цистолиты из кальция. То, что участвует в формировании этого цистолита, это кальций. Здесь различные фотографии от совершенно разных растений. Иногда эти цистолиты – это одиночные какие-то клетки. А в некоторых растениях получается, что эти клетки образуют такой гигантский канал. Если что, вот та фотография, которую я сейчас обвожу, это вид сверху. Образуется гигантский канал. Вот это поперечный срез того, как это все выглядит. Ну и, соответственно, вот это действительно может быть для какого-нибудь крепления. В случае того, как это выглядит вот подобным образом, на самом деле, существует очень интересная и красивая история и теория. Это статья 2020 года, которая по-новому смотрит на то, зачем откладывать кристаллы кальция. Как вы понимаете, там нечистый кальций. Так вот, кальций можно откладывать в двух формах. Можно откладывать в форме оксалата кальция. Значит, тут вот 10-11 класс должны срочно вспомнить, где мы, что такое оксалат. Оксалат кальция. Как вкусненько. А в другом случае можно откладывать не оксалата, а, соответственно, карбонат кальция. Так вот выясняется, что растения, которые откладывают карбонат кальция и оксалат кальция, это немножечко два разных подхода. И то, зачем они откладывают эти оксалаты или карбонаты кальция, тоже немножечко разнится. Ну, во-первых, была проводена гигантская работа, которая показывает, что в зависимости от того, насколько в засушливых условиях обитают растения, в общем, если растение обитает в засушливых условиях, то вероятность того, что они откладывают себе кальций в каком бы то ни было виде, возрастает. Дальше ученые подумали, а, наверное, все-таки не просто они откладывают, не просто для того, чтобы какую-то механическую прочность приобрести, может быть, что-то дело в другом, и тут отключается физиология. Они взяли несколько растений, растения, которые откладывают абсолютно разные вещи, либо оксалат кальция, либо карбонат кальция. Ну, смотрите, если мы говорим про карбонат кальция, то при фиксации он очень часто растворяется, и тогда, собственно, особо ничего не видно. Если мы говорим про оксалат кальция, то более-менее структура видна. Так вот, они выдвинули две, как бы проанализировав кучу литературы, выделили несколько гипотез. Самая выгодная с физиологической точки зрения – это, конечно же, запасать оксалат кальций, потому что мы не просто запасаем оксалат кальций, мы еще и запасаем этот оксалат, потому что оксалат с точки зрения носителя углерода – это полезная история, и можно при разрушении этого кристалла использовать как кальций, так и сам оксалат. Значит, если мы говорим про использование кальция, то, соответственно, откладывание его в виде кристалла – это некое депо. Это депо, вы знаете, что на кальции, на самом деле, ну и у нас с вами на кальции много чего завязано, и у растений тоже на кальции много чего завязано, потому что кальций является вторичным мессенджером, и это очень важная молекула. Более того, выяснилось, что у тех растений, у которых они проверяли, делали вот эти вот фотографии, кто это тут? А, вот этот фикус эластика, ребята, вот эта вот классическая картиночка из учебника Людмилы Ивановой Лотовой, которая в самом начале показывала, это фикус эластика. Значит, фикус эластика, пуника, граната, понятно, что это такое, это у нас кто? Ну да, понятно, они исследовали все эти растения на предмет откладывания кристаллов, не только листья, но и все части. И выяснилось, что и в листовой пластинке, и в черешке, и в стебле, и в корне растения, которые запасают оксалат кальций, запасают их во всех четырех частях. И тогда их окончательно, эта история убедила в том, что оксалат кальция явно запасается не столько для укрепления, сколько как депо. Депо и кальция, и оксалата. Куда можно использовать? Значит, ну, во-первых, сам кальций. Окей, мы это поняли. Значит, где еще защита? Токсические вещества, потому что оксалат, его очень легко включить в Крепс, и разогнать Крепса, и тогда оттуда взять интермедиаты для синтеза токсических соединений. Дальше оксалат помогает ферментам создавать перекись водорода, и тогда мы с вами говорим про реакцию СВЧ, реакция сверхчувствительности, когда клетки, я, по-моему, уже несколько раз про нее рассказывала, когда растительные клетки начинают активно продуцировать активные формы кислорода, намеренно убивая себя, но и патогена, который в них проник. Поэтому здесь тоже оксалат помогает. Дальше. Ну, вообще-то оксалат можно разобрать, и тогда мы получаем СО2. Привет фотосинтезу. Если по какой-то причине не достает концентрации углекислоты, можно разобрать эти кристаллы и получить, соответственно, получить то, что мы хотим. А если мы с вами говорим про корни, что на самом деле самое удивительное оказалось, про корни оксалат, то там даже не столько кальций, ну, понятно, что в корнях кальций тоже можно использовать как вторичный мессенджер, но мы с вами об этом не говорили. Очень часто растения прибегают к различным ухищрениям для того, чтобы изъять те или иные микроэлементы из почвы. И одним из классических приемов по извлечению элементов минерального питания из почвы является изменение pH, а именно закисление. И, как вы понимаете, растение выделяет неорганические кислоты, типа там H-хлор или H2SO4. Уменьшение pH, то есть закисление почвы происходит за счет выделения туда органических кислот. Когда у тебя запасено много оксалата, вот ты выделяешь его. И это, получается, помогает в усвоении элементов минерального питания. Поэтому запасать оксалат кальция очень-очень выгодно. Плюс еще создание различных энтосимбиозов. И, ну, потому что при создании симбиотических взаимоотношений там органические кислоты тоже играют важную роль. Что же касается именно карбоната кальция, то здесь выяснилось, что карбонат кальция откладывается только в листьях. Нигде в других частях он не откладывается. Ну и здесь, понятно, метаболизм кальция, это выделение СО2. Ну и, ребят, слушайте, у меня сейчас заклинило скеттеринг. Как переводится скеттеринг? Я же недавно это читала. Ребята, я не помню. Ну ладно, если вспомните, скажите мне, потому что я не помню. По-моему, отражение, солнечное отражение. Что? Ещё раз. Громче. Рассеивание. Чего? Ну, типа рассеивание. А, рассеивание, понятно, да. Отражение, рассеивание, да. Да, потому что грани кристаллов, конечно, прекрасно всё рассеивают. Вот. Ещё одной особенностью в эпидерме, помимо откладывания кристаллов кальция, либо карбоната, либо оксалата, является формирование многословной эпидермы, нижние слои которой начинают функционировать немножечко по-другому. И тут зависит от растения. Но у некоторых растений нижние слои эпидермы… Кстати, у олеандра это не так очевидно. Вот у следующего растения, которое я вам покажу, это прям очевиднее. Но просто у олеандра очень специфическая эпидерма с точки зрения формирования устиц. А именно, у них образуются такие большие инвагинации в эпидерме, во внутреннюю часть листа, на поверхности этой инвагинации формируются довольно мощные волоски. И только в этих углублениях располагаются устицы. То есть устица на тех частях эпидермы, которые контактируют с воздухом, там не формируется устица, а вот формируются они только в этих инвагинациях. Итак, внимание, вопрос к вам. Зачем? В чем адаптационный механизм создания вот такой вот волосатой дырки? Зачем? Поддерживание влаги. Да, дезинфекция. Да, Злат, совершенно верно. Чтобы не засориться от вируса... Тут вы типа должны были вспомнить, что такой олеандр. Да, защита от грязи. Ну, конечно, это как волосы в нашем носу. Вот волосы в нашем носу, правда, защита от грязи. Реснички у нас, ну, тоже туда же. А это нет, нет. Дело в том, что олеандры – это представители таких иногда засушливых районов. И для того, чтобы лучше контролировать транспирацию, чтобы она не шла с какой-то супербешеной скоростью, создаются вот эти вот резервации с волосочками, где влажность воздуха оказывает... В общем, влажность воздуха вот здесь будет выше, чем влажность воздуха вот здесь. И тогда при создании вот этой камеры с волосками вы лучше контролируете транспирацию, вы уменьшаете транспирацию. Потому что если бы вы открывали устицу днем на жаре с недостаточным количеством влаги, у вас бы все в трубу вылетело. Ну, а олеандр – это не растение с камфотосинтезом. Оно не переключается на камфотосинтез. И для того, чтобы фотосинтезировать днем, они должны, олеандры должны прибегать к каким-то другим хитростям. И они создают измененную анатомию. Измененную анатомию. Вот они делают такую штуку. В общем, это для того, чтобы снизить транспирационную активность. Это лист магнолии. И у магнолии, соответственно, если вы присмотритесь, вот, соответственно, вот эти вот наружные клеточки эпидермы. Но под ними находятся очень большие, вытянутые, тоже эпидермальные клетки. Они гораздо больше, иногда даже в два раза больше. Это так называемые клетки гиподермы. Это гиподерма. Гиподерма – это нижние слои эпидермальных клеток, которые специализируются на запасании воды. Там гигантские вакуоли, в которых много-много воды. При этом клетки мизофила оказываются меньше, чем клетки гиподермы. А как вы догадались, по не очень хорошему качеству, вот тут вот черные артефактики, это делали и дети. Но на самом деле хороший срез в одну клеточку, все хорошо покрасилось, в общем, прекрасно, замечательно. Другой вариант создания тоже гиподермы, но с другой немножечко функцией – это суккуленты. Это черешок. Ну, тут как бы сложно сказать, что это черешок. Но это черешок, переходящий в лист. У колонхоя там как бы есть черешковая часть, но она так себе, в общем. Что здесь? Большая часть всех клеток, заполняющих колонхоя – это такие большие округлые клетки, паранхимные формы, которые запасают воду. Это понятно. Дальше возникает вопрос. Ты всеми клетками запасаешь воду. Зачем тебе формировать отдельно клеточки гиподермы? Зачем тебе двухслойная эпидерма? Даже если, предположим, что не они запасают воду, то зачем тебе двухслойная эпидерма? Вопрос к вам. Зачем колонхоя – двуслойная эпидерма? Даже видны, посмотрите, какие они красивенькие, хлоропластики. Зачем двухслойная эпидерма? Так. Зеркало. Звук шлифа на случай. Зеркало – это хорошая идея. Злата, чего вы сказали? Я не поняла. Развивайте мысль. Не поняла. Так, что мне народ пишет? Влагу удерживать, защита от солнца. Свет усиляться будет, как линза. Ты суккулент, ты пытаешься не сгореть днем, поэтому будешь усиливать, как линза. Значит, смотрите. На самом деле все вы в той или иной степени правы. Значит, обычно в светоотражательных механизмах листа участвуют полые, например, омертвевшие трихомы и клетки, обычно без пластита, с довольно большими межклетниками. Межклетники играют важную роль в формировании отражательных способностей. Как вы видите, здесь межклетников нет. Здесь очень плотно сомкнутые клетки. Про межклетники тут говорить не приходится. И возникает вопрос, зачем же тогда? А на самом деле здесь ответ очень прост. Это дополнительная механическая и фотопротекторная защита. Но здесь фотопротекция идет не за счет светоотражения, а фотопротекция идет за счет большего удержания влаги. Помните, что это суккулент. Его главная задача не отдать воду. Не испарять воду со своей поверхности. Поэтому толстенная кутикула, поэтому двуслойная эпидерма для дополнительного непропускания всего и вся. Вот зачем двуслойная эпидерма. Так, ну это, собственно, то, как окрашивается этот проводящий пучок. Вот он такой вот интересный. Соответственно, здесь вот такие четыре ветки. Это все у нас будет ксилема, окруженная механическими тканями. Это вот тоже участки, те, которые я сейчас закрашиваю, это на самом деле не участки ксилемных элементов. В смысле, это не водопроводящие сосуды, а это механические элементы ксилемы. Вот это вот все, то, что я сейчас закрашиваю, это будет флоема. Но она там неравномерными кусками, а такими отдельными включениями. А вот это вот механические, возможно, даже протофлоемные волокна. Вот такая вот интересная история. Про устицы мы с вами обсуждали. Типы устиц мы тоже с вами обсуждали. Расположение устиц на листьях тоже обсуждали, что есть амфистоматические, гипостоматические и эпистоматические листья. Короче, снизу, сверху или с обеих сторон листа устицы. Это мы тоже с вами обсуждали. На это мы с вами посмотрели. Все прекрасно, все замечательно. Поехали. Вот то, на чем мы с вами остановились. Итак, следующая наша с вами ткань – это мезофил или хлоренхима листа. Сразу скажу, что мезофил называют именно хлоренхиму листа. Если у вас есть фотосинтезирующие клетки в стебле, то вы должны назвать хлоренхима, а не мезофил. Мезофил – это конкретно… Ну, филлос – это все-таки лист. Значит, хлоренхима листа может состоять из трех типов клеток. Либо это вообще однородная какая-то масса. В общем, все будет зависеть от систематического положения. Ну, понятно, из школьных учебников про губчатый и столбчатый мезофил вы прекрасно знаете. Также, в общем, есть губчатый и столбчатый мезофил, губчатая и столбчатая хлоренхима, полисадная хлоренхима или потолисадный мезофил. В общем, все эти термины постоянно путают, оперируют. И главное, вы должны понимать, что столбчатый или полисадный мезофил и хлоренхим – одно и то же. Ну, просто все зависит от… А вот мы сегодня с вами остановимся отдельно на этих так называемых длоневидных клетках. Что это такое и зачем это нужно? Это встречается у аконитума. Это встречается у… Ой, забыла. Ребята, что-то у меня… А, вот бузина, ветреница. Я же все написала себе на слайде. Ну, про губчатый мезофил мы отдельно поговорим, когда все это будем рассматривать. Про столбчатый тоже ничего интересного. А вот сегодня мы отдельно поговорим с вами про длоневидные клетки. Значит, эту фотографию, по-моему, в прошлом году на регионе в теории использовали. Типа у кого какие… Кто есть кто, к какому растению это все относится. Значит, длоневидные клетки – это особые клетки мезофила. У… Ой, малышка, извините, пожалуйста. Борец – это… Как же называется? Борец – это аконит. Вот. Если сильно включить свое воображение… Мне почему-то не удалось вычленить нормальные анатомические препараты борца. Ну, если внимательно присмотреться, то вы увидите здесь вот что-то подобное. Какие-то вот такие вот длоневидные, типа длоневидные клетки. В общем, то, что они отличаются по форме – это точно. А зачем это нужно? А это увеличение площади клеток. То есть у вас площадь поверхности клеток увеличивается. Понимание вопроса. Зачем? Зачем увеличивать площадь поверхности клеток? Больше полезных веществ могут питать. Хорошая мысль. Еще. Больше хлорофила сделать. Может быть, да. И больше хлорофила, и больше веществ. И больше тургорная полупрочность. Да, действительно, Кирилл молодец. Усиление фотосинтеза. Да, совершенно верно. Вы увеличиваете, если вы увеличили площадь, то, скорее всего, вы можете увеличить и объем. И, соответственно, вы можете туда запихнуть большее количество хлоропластов, больше фотосинтеза и так далее, и так далее. А в зависимости от того, как вы их, сколько складочек вы делаете, вы, соответственно, контролируете увеличение площади. Что же касается листовых пластинок и расположения губчатого и столбчатого мизофила, выясняется, что существует три типа листовых пластинок. Так есть, бифациальные листовые пластинки или дорзовентральные или дорсовентральные. Я уж путаюсь, как их правильно пишут. Это то, что мы изучаем в школе. Столбчатый мизофил наверху, губчатый внизу. Ну, в общем, вот картинка из школьного учебника. Картинка на всех вики-сайтах, на всех основных сайтах, которые вылезает строение, анатомическое строение листа. Это история про дорзовентральные листовые пластинки. Но существует еще два других варианта. Первый вариант – это изолатеральные листья. Это когда у вас фактически нет деления на губчатый и столбчатый мизофил. У вас просто один тип мизофила, но он у вас с обеих сторон. Он у вас с обеих сторон, и это характерно для света любивых растений. Помните, мы в прошлый раз, по-моему, с вами обсуждали, когда я рассказывала, по-моему, про листовую мозаику, я говорила, что, например, у березы никогда листья жестко не повернуты какой-то стороной к свету. Они у нее висят вот так вот, да, и они оказываются параллельны лучам солнечного света. Вот, например, у эвкалипта ровно то же самое. Но при этом у нашей березы, насколько я помню, дорсовентральное строение, потому что все-таки не такие солнечные лучи. А вот у эвкалиптиков, которые там в основном в Австралии живут, у них, конечно, при этом изолатеральные листья. Ну и третий тип – это радиальные листья или унифациальные. Это история про то, если у вас не лист, а вот такая вот трубочка. И тогда там все немножечко по-другому выглядит. Теперь давайте смотреть на конкретные примеры. Это картиночка из учебника Людмилы Ивановны Лотовой, которая рассказывает нам про конкретные примеры. Итак, вопрос номер один. Рисунок А принадлежит лимону. Как вы думаете, это дорсовентральный? В общем, бифациальный, унифациальный или изолатеральный лист? Короче, меня интересует. А – это кто? Б – это кто? И В – это кто? Так, бифациальный. Да, правильно. Итак, А – это у нас лимон. И это у нас дорсовентральный лист. Напишем так, дорсовентральный. Б – это у нас кто? Б – это у нас эвкалипт. И это у нас кто? Какой тип листа? Чего это изолатеральный? А, да-да-да, изолатеральный, точно, точно. Это я забыла. Продолжение, а В – это у нас лук. Ну, кстати, трепчатый лук. И это у нас, да, это у нас радиальный, да. Сама забыла. Так, окей, хорошо. А теперь давайте смотреть на конкретный… А, подожди, а можно на секунду на следующий слайд? Да-да-да, давай-давай, дорогая моя сейчас. Итак, еще раз. Бифациальный – это когда столбчатый наверху, губчатый внизу и, в общем, все классические картинки. Изолатеральный – это когда у нас, ну, например, столбчатый мизофил, там очень часто даже губчатого нет, когда столбчатый мизофил у нас и сверху, и снизу. То есть это на самом деле, ну, листья, которые одинаковые, что сверху, что снизу. Неважно, как ты на это посмотришь. И радиальный или унифациальный, соответственно, это когда у вас в сечении они вот прям такие вот… кругляшочки. И вот радиальные листья очень часто, например, характерны для… Иногда они даже метаморфизированные, и тогда это какие-нибудь ксерофиты, вот что-нибудь такое. В общем, это такое экологическое приспособление. Так, ну, поехали. Бифациальный лист. Я даже не вижу смысла, честно говоря, вам тут что-то рассказывать. И так все сами знаете. Даже… Все сами знаете. Вы у меня умные детеныши. Лист лимона. В листе лимона, что прикольно, у лист лимона, собственно, как и почти все цитрусовые, у них прям жесткие листья. И в жесткой частности достигается созданием кристальчиков. В данном случае это кристальчики оксалата кальция. Вспомним фикус эластика. И вот я нашла статейку, которая показывает, что на самом деле этих кристальчиков там прям довольно много. И они прям много где располагаются. И самое главное, что часто. Вот. Да. Ну что, губчатый мизофил снизу, столбчатый наверху. Причем обратите внимание, пожалуйста, ребята, на размеры межклетников. Помните, я вам говорила, что межклетники играют очень важную роль в светоотражающих способностях листа. Вот. В отличие от колонхоя, у которых как бы с межклетниками, но такое. У них другие механизмы избегания этого дела. А цитрусовые, которые прям любят жару, у них, посмотрите, какие большие межклетники. И это не дефект. Это не... Это такие размеры межклетников не потому, что как-то неправильно был сделан срез или еще что-то. Это правда так. Вот он, наш изолатеральный лист. Здесь, конечно, нашему изолатеральному листу немножечко плоховатенько. Это, как вы догадались, сделали детенки, детеныши. Если мне не изменяет память, это, по-моему, все-таки лист эвкалипта. Ну, сейчас посмотрим. Значит, когда мы говорим про лист эвкалипта, он также является классическим таким хрестоматийным примером, что он в себе содержит и как это все выглядит. Значит, лист эвкалипта в основном оказывается... Извините, пожалуйста. Что-то мне не хватает кислородика. лист эвкалипта? Лист эвкалипта А – жесткий, В – изолатеральный, В – содержит большие смоленистые ходы. Как вы догадались, под цифркой 8 эти дырки, вот здесь вот она, та же самая дырка, это не просто дырка. А это не просто эфиромасличное влагалище, это схизогенное эфиромасличное влагалище. И тут мы с вами не... Ну, как-то вообще-то говорили об этом, но очень вскользь. Вместилище, влагалище, имеется в виду не листовые, да, а, ну, хорошо, так, чтобы не путать вас. Вместилище. Схизогенные эфиромасличные вместилища. Вместилище. Мне самое главное самой запомнить. Вместилище. Они формируются не сразу. Вначале все клетки нормальные, обычные, потом с течением времени, а у эвкалипта со временем взросления листа и с моментом формирования листа, потому что вот, вот оно, да, вот оно, посмотрите, пожалуйста. Я здесь всякие фоточки вам привела. Листья эвкалипта проходят три итерации. У них листья срединной формации есть трех типов. Значит, самый первый тип – это листья, которые имеют округлую форму, они не имеют черешка, и они располагаются супротивно, соответственно, на стебле. Эти листья формируются на самых молодых ветвях, на молодых деревьев. Там надо дать должное, что, честно говоря, для себя, я узнала, что эвкалиптов такое количество, их так много, и они так отличаются друг от друга. У некоторых эвкалиптов две итерации листьев, у некоторых четыре. У кого-то даже на взрослом растении, на молодых ветвях, формируются вот эти вот листья первой итерации. А у кого-то, например, если дереву 30 лет, то даже на молодых ветвях уже такой формы листьев образовываться не будет. Ну, в любом случае, всегда есть как минимум вот эти вот две-три итерации. Значит, это вот самые молодые листья, и у них вот этих эфиромасно-желечных влага вместилищ. Если они есть, то они мелкие, некрупные. А по мере того, как мы с вами будем приближаться к третьей части, к третьей итерации, когда у нас будет черешочек, когда это будут такие вытянутые листочки, вот там это будут более жесткие листочки с меньшим покрытием кутикулы. То есть кутикула там будет, но не такая... Если вы загуглите через некоторое время фотки эвкалепты, вы увидите, что вот эти молодые листочки... А можно вопрос, а что такое дузы? Друзы, наверное. Наверное, друзы. Друза – это... Господи, кристальчики. Друзы, да. Друзы – это... Смотри, в идеале, например, если кристалл один, то он, условно говоря, какой-нибудь вот такой вот типы формы. Это у меня, конечно... Ну, типа вот такой формы. Не всех, да, но очень часто так бывает. А друза – это когда у тебя 10, 12, 15 кристаллов соединены, и у тебя как бы это такая гигантская, гигантский какой-нибудь такой камень, но на котором видны вот эти вот какие-то выступы кристаллов. Вот это называется друза. Меня или глючит, или эвкалит улыбается? Золото. Где? А, это... Ну, это да. Слушайте, там ботаники, вообще мордочек много всяких. Он такой... Ой, слушайте, а вы смотрели улицу Сезам? Помните, там... Ну, в общем, в моем детстве крутилось, помимо, значит, «Спокойной ночи, малышей», «Хрюши», «Степашки» и «Каркуши», значит, по воскресеньям был, значит, «Дисней клуб», и там крутили улицу Сезам. Так вот, в улице Сезам там был такой персонаж, который выглядел вот так вот. Лицо у него было вот здесь, вот он здесь улыбался, а это были его ноги. Или это было не в улице Сезам, а в «Корпорации монстров». Ладно, неважно, я уже не помню. Ну, так вот. В «Корпорации монстров», по-моему. Да-да-да, в «Корпорации монстров», вот последний был мультик, который там связан с тем, как они в университете учились. Вот там был такой... Так, вторая итерация листьев – это уже менее округные листья, но также без черешков, также располагающиеся супротивно. То есть вот это у нас будет вторая итерация листьев. Короче, по мере того, как мы от первой итерации приближаемся к третьей, у нас то, как выглядит кутикула, меняется, потому что у молодых листочков они такие сизоватые. И сизоватые они из-за того, как кутикула формируется и как она откладывается. А вот в третьей итерации листьев там будут максимально здоровые вот эти эфиромасличные вместилища. Так вот, если вы внимательно присмотрите, здесь на рисунке не ошибка. Да, действительно, здесь эфиромасличные вместилища выложены клетками. Это аккуратная дырочка четко контролируемой формы. И этот способ формирования, аккуратные вместилища, аккуратные дырочки, это схизогенный тип формирования. В то время как есть лизигенный тип формирования, это когда дырочка будет иметь такое неправильное очертание. Почему? Потому что вот у вас есть некий монолит клеток. И дальше, условно говоря, 15 клеточек решают, что все, они сейчас будут умирать, и вместо них будет дырка. Они начинают лизироваться, поэтому лизигенное вместилище. Они начинают лизироваться, но так как края этого вновь образованного вместилища, вновь образованной дырки, не выложены другими клетками, то форма, соответственно, перфорации дырки оказывается нечеткой. Если вы видите какие-то четко очерченные дырочки, то знаете, что это схизогенный тип формирования. Вот те же самые эфиромасличные или смоляные ходы в голосеменных – это тоже схизогенные. Здесь даже какую-то капельку прорисовали. Дальше. Что интересно? У эвкалипта все пронизано столбчатым мизофилом. То есть здесь у нас столбчатый мизофил и здесь. Ну а с течением времени вот здесь может формироваться некий разрыв. Ну тоже такое бывает. А вот «друзы». Вот, да, «друзы». Слово «друзы». «Друзы» – это кристаллы. Ну фактически кристаллы. Кристаллы оксалата кальция. Дальше. Где у нас это опять-то? Вот. В принципе, иногда у некоторых эвкалиптов, соответственно, сверху и снизу оказывается столбчатый мизофил, а посередине более рыхлая ткань. И говорят, что посередине формируется губчатый мизофил, но с течением времени его размеры либо уменьшаются, либо он вообще разрывается. Ну, короче, по-разному бывает. Но в любом случае у нас столбчатый мизофил оказывается и сверху, и снизу. Поэтому они изолатеральные. Самое прикольное, что у эвкалипта, это не у всех изолатеральных листьев так, но у многих у него устицы располагаются и сверху, и снизу. Ну, еще у него интересное, конечно, строение проводящего пучка. Ну, тут как бы ничего такого. Вот он наш эвкалиптик, вот его проводящий пучок. Как вы понимаете, это центральная жилка. Вот то, что мы здесь, центральная жилка. Это у нас будет эфиромаслочное вместилище. Вот наши плотные ряды столбчатого мизофила. Вот плотные ряды столбчатого мизофила. Здесь, как вы понимаете, вот это вот все у нас уже губчатый мизофил. Ну, что еще интересно? Конечно, очень мощная механическая обкладка. Вообще-то не забывайте, что центральная жилка, центральная жилка у них прям мощная. Вот, ну, соответственно, здесь у нас ксилемные элементы, ксилемные элементы, ксилемные элементы, ксилемные элементы, ксилемные элементы, ксилемные элементы. Вот, ну, вот такая вот классная штука. Что еще? Так, есть еще какие-то вопросы по поводу эвкалипта? Думаю, что нет. Вот. Унифациальные листья. Унифациальные листья, есть несколько гипотез, как они формируются. И одна из них, которая прям вот находит ярчайшее подтверждение, это что в эволюции унифациальные листья формировались за счет того, что происходило полное исчезновение верхней адекциальной стороны листа. То есть, соответственно, как вы помните, адекциальная наверху, абокциальная внизу. Происходило постепенное загибание листовой пластинки. На кончиках этих листовых пластинок у нас располагались механические элементы для упрочнения склеивания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Микрофон выключен. Да, есть. Прекрасно. Значит, тогда вопрос к вам. Как вы думаете, эффективность фотосинтеза в каких клетках выше? В клетках губчатого мизофила или в клетках столбчатого мизофила? Ну, то есть, как бы количество, условно говоря, сахара, продуцируемого в единицу времени, оно будет больше в клетках столбчатого мизофила или в клетках? Так, кто-то пишет в столбчатом, кто-то в губчатом. Так, а если в столбчатом, то почему? И если в губчатом, то почему? Вот, запись восстановилась. Значит, смотрите, столбчатый мизофил оказывается суперэффективной машиной по созданию углеводов. То есть, с точки зрения фотосинтеза, прям суперзамечательная вещь. Сразу возникает вопрос. А почему тогда не весь лист занят столбчатым мизофилом? Почему даже в унифациальных листях, ну, не важно, там, в других типах листов, все равно будет в том или ином виде присутствовать губчатый мизофил? Почему все не заполнится столбчатым мизофилом? Он же такой крутой. Зачем в итоге нужен губчатый мизофил? Она лучше закасает все. Хорошая идея. Еще. Какое самое главное? Она лучше держит в ладу. Может, лучше, вернее, для проведения кислорода клеткам, пустится только с нижней стороны. Если брать именно эту картинку. Да. 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 Правильно. Значит, все дело в газообмене. Потому что, если мы с вами сейчас посмотрим на предыдущую нашу с вами картиночки, где это было... Сейчас. А, ну вот смотрите. Если у эвкалипта, у них рядом с устицами, у них не сразу губчатый мизофил, у них есть вот такая вот полость. А эта полость нужна для того, чтобы газ хорошо проникал. Так как между клетками столбчатого мизофила недостаточное количество межклетников, то для того, чтобы нормально распространялся газ, нужны вот эти полости. Вот здесь, в принципе, тоже, видите, надустичные пространства. Потому что здесь все-таки плотно примыкают клетки друг к другу. Да. Губчатый мизофил, он нужен для газообмена, он нужен для запасания. А еще, ребятки, губчатый мизофил из-за своей формы, не прозенхимный, а такой более прозенхимный, имеет много ответвлений, и там удобнее перераспределять вот эти вот плазмодесменные потоки. Как вы понимаете, к проводящим пучкам примыкают именно клетки губчатого мизофила. Они будут являться клетками, которые будут транспортировать элементы минерального питания из проводящего пучка, а обратно в пучок поставлять сахара. Из-за своей формы. В общем, они помощники. Да, они фотосинтезируют, но основная, конечно, фотосинтетическая нагрузка ложится на столбчатый мизофил. Есть даже особый тип клеток. Вот здесь они обозначены цифркой 5. Это так называемые собирательные клетки. Это особые клетки губчатого мизофила, которые имеют такую трапециевидную форму. Своей большой подошвой они соприкасаются с двумя или тремя клетками столбчатого мизофила, а одним своим узким краем сообщаются с другими клетками, соответственно, губчатого мизофила. И, как вы понимаете, с точки зрения физиологии, плазмодесменных контактов и переносчиков – это особые клетки. Да, может быть, с точки зрения анатомии ничем не отличаются. Ну, может быть, по форме, но это такое себе отличие. Но с точки зрения физиологии – это особые клетки. Вот смысл в том, что у световых и у теневых листьев различается соотношение губчатого и столбчатого мизофила. И оказывается, что, соответственно, в теневом листе размер… А, кстати, вопрос к вам. Чем отличается световой лист от теневого листа? – Количество мустиц? – Еще раз. – Количество мустиц? – Ну, кстати, нет. Я, кстати, думаю, что нет. Дело не в мустицах. Хотя, может быть, в световом меньше хлоропластов. Ну, вообще, на самом деле, да, очень бывает такое, что в теневых листьях действительно количество хлоропластов в клетках увеличивается, в теневом межклетниках меньше. Да, количество межклетников может изменяться. На самом деле, еще изменяется общее количество клеток. Выясняется, что теневой лист по толщине – это не ошибка масштабирования. Ребята, это правда. В световом листе количество клеток и столбчатого мизофила, и губчатого больше. Сказать, что клеток столбчатого мизофила оказывается больше, чем губчатого – нет, не совсем про это история. Вообще, общее количество клеток падает. Вот, я нашла фотографии теневого светового листа, и что у нас получается? Что на самом деле, что и столбчатого мизофила, и губчатого мизофила оказывается в соотношении друг относительно друга примерно то же самое. Но получается, что вообще общее количество клеток хлоранхимы оказывается меньше. И неважно, это губчатый мизофил или столбчатый мизофил. Причем, как вы понимаете, если мы говорим про какие-нибудь деревья и вообще про общую листовую мозаику, то совершенно спокойно внутри кроны будут действительно синевые листья, а по периферии будут световые. Зачем делать такое же количество клеток в теневых листьях, если у тебя есть на поверхности световые? Это тоже такой способ перераспределения сил. Ну, хорошо, ты сделаешь дополнительный хворопласт. Ну, ничего такого. Отдельно мы сейчас с вами поговорим про 4 типа особых листьев. Надеюсь, за 15 минут уложимся, потому что про видоизменение листьев там говорить особо нечего. Так, просто картиночки покажу и все. Значит, отдельная история – это, конечно же, хвоинка сосны. Ну, вообще хвоинки, голосеменных растений. Это хрестоматийные примеры. В принципе, особо сильно рассказывать нечего. Давайте сразу посмотрим на три особенности. Значит, первая особенность – это наличие, я бы сказала, даже этих длоневидных клеток. Но это не совсем длоневидные, как у тех товарищей. В общем, это такие клетки хлоренхимы. Здесь нет истории про губчатый столбочный мизофил. Тут как-то все это немножечко… Ну, нет такого четкой градации. Но смысл в том, что их площадь поверхности очень сильно увеличивается. Вспоминаем, длоневидные клетки. За счет этого мы можем сделать в меньшем размере больше объем. И вот такой вот интересной формы клетки. Это если мы говорим про поперечное сечение. Если мы говорим про продольное сечение, то, соответственно, тут по форме… Ну, вот типа столбчатого мизофила, но это не совсем то же самое. Дальше. Отдельной историей являются клетки субопидермальные. На самом деле, это клетки гиподермы. То есть клетки эпидермы… Эпидерма у хвои… Эпидерма в хвое, она многослойная. И нижние слои перевращаются в гиподерму. Как мы с вами помним, гиподерма – это водозапасающая ткань. И здесь это фактически обязательное условие. Дальше. И отдельная, конечно, история – это вот эти смоляные ходы. Как вы видите, смоляные ходы здесь четко, прям аккуратненько сделаны. И это означает, что это схизогенные природы в местилище. Также мы с вами обсуждали, что помимо ксилемы и флэма, есть третий тип проводящей ткани, так называемая трансфузионная ткань. Вот здесь она также присутствует. Вот здесь на продольном срезе вот эта трансфузионная ткань. Вот, значит, одиннадцатый – это у нас флэма. Где у нас ксилема-то? А вот три – это ксилема. Да, вот ксилема, флэма и трансфузионная ткань. А трансфузионная ткань – это такая прокладочка между проводящим пучком и мизофилом. Она помогает транспортировать вещества. То есть если у покрытосеменных растений, у них вот этим посредником между мизофилом и проводящим пучком являются те же самые клетки мизофила, но сильно измененные по физиологии с точки зрения экспрессии генов-переносчиков и перераспределения плазмодесом, то здесь делается особая трансфузионная ткань. Лучше ли это с точки зрения транспорта? Не знаю. Ну, по крайней мере, я не читала про это. Что более выигрышно? То, как делают покрытое семенные растения или вот эта трансфузионная ткань? Не знаю. Честно, не знаю. Ну, вот эти классические картиночки. Значит, как вы понимаете, справа – это красивая картиночка из интернета. Вот она такая. Вот это вот все, о чем мы с вами говорили. Вот он проводящий пучочек. Вот это у нас смоляной ход. Как вы понимаете, вот это не смоляные ходы. Это межклетники. А вот это смоляной ход. Почему это смоляной ход? Потому что здесь есть аккуратненькая обкладочка. Клеточки-откладочки. Вот. А это то, что делали детенки. Но если внимательно присмотреться, так очень аккуратненько и внимательно, то мы увидим, что они здесь тоже как бы такой вот интересной формы. Вот. Ну, красота же. При этом, как вы понимаете, сосен много разных. И хвоинки сосны тоже бывают разные. Вот я вам показывала треугольные формы. Это немножко другой тип. Ну, здесь тоже очень все красиво. Очень красивые смоляные ходы. Вот эти клетки гиподермы. Также видны вот эти вот ягазулинки. Вот. Ну, красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Как вы понимаете, вот это будет трансфузионной тканью. Да. Соответственно, вот это у нас, соответственно, будут, наверное, как они, кселенные элементы. Вот это флоенные. Ну, в любом случае, вот это вот все, это трансфузионная ткань. Вот такая вот история с точки зрения сосны. А, ну да. Вот. То же самое. Тоже, просто другие клетки, но в увеличенном масштабе. Соответственно, это у нас устица. Это у нас клетки гиподермы. Вот эти супер красивые, замечательные, вкусные клеточки, хлоренхимы покрашенные. Ну, вот то же самое, только в немножко другом масштабе. И, как вы понимаете, вот это вот у нас будут смоляные ходы, потому что вот у них такая вот обкладочка из клеток. Ну, что касается, как бы, определения того, как это все выглядит, просто запомните, что именно у сосны есть вот эти вот очень интересные формы клетки. Причем, если я сейчас вам покажу. Да, вот она, пихта. Смотрите, это хвоинка пихты. И, как вы понимаете, здесь нет никакого намека на вот эту вот специфичность, специфичные формы клеток, клетки. Поэтому, если мы высчитываем, ну, как бы, если вам, не дай бог, попадется какая-нибудь хвоинка пихты или еще кого-нибудь другого, то вы можете даже не определить, что это оно, потому что вот это, это очень специфично для сосны. У елки уже такого нет. Что может сказать вам на подумать, как бы, на что нужно здесь посмотреть, чтобы вы могли подумать, что это хвоинка, а не какой-нибудь лист? На что смотреть? На смоленой ход. На смоленой ход. Хорошо. Еще на что? Смоленой ход или трансфузионная ткань. Так. Ну, здесь, кстати, с трансфузионной тканью большие проблемы. Здесь вы ее не найдете. У пыхты такого нет. Гиподерма. Да, совершенно верно. Если присмотреться, вы увидите два слоя клеток и нижний слой клеток. А это клеточки гиподермы. Да, расположение проводящих тканей. Ну, расположение проводящих тканей, ну, да, может быть, такое. На самом деле и смоленые ходы, и гиподерма, и проводящий пучок, как он выглядит, потому что есть, как бы, у них очень часто встречается, как бы, такая вот двойственность. Да, что еще? Ну, тут, как бы, на самом деле, визуально можно подумать, что вот этот столбчатый мехизофил, переходящий в губчатый, ну, это не совсем, конечно, так. Ну, тоже похоже. А гиподерма только у хвоинок, что ли? Нет, гиподерма не только у хвоинок, просто у голосеменных, ну, скажем так, у хвойных, у очень многих хвойных гиподерма фактически обязательно будет присутствовать. Дальше. Почему гиподерма такая толстая стенка? Как она пропитана чем-то? Да, действительно, гиподерма здесь пропитывается лигнином. Это такая лигнификация происходит. И в данном случае, да, это будет называться гиподермой, потому что в молодом состоянии она запасала воду, а потом она перестала ее запасать, выполняя только механические элементы. Она пропитывается лигнином, да. Поэтому, да, она будет называться гиподермой, но нести функцию запасания воды она уже, как вы понимаете, не очень будет. Еще одна история – это подокарпус. Подокарпус – это ногоплодник. Вот у него, это голосеменное. У него не хвоинки, у него прям реально это все выглядит как листья, зеленые листья. Почему он ногоплодник? Потому что плода, как вы понимаете, у него нету. Вот эта вот нижняя часть, которая называется… Сегодня моя память меня особенно подходит. Такое слово красивое. Очень красивое. Короче, это разрастание. Разрастание, оно съедобное, но это не плод, да, то есть околоплодника там не формируется. Ребята, я забыла. Там буква С еще есть. Ладно, вспомню, скажу. Это как у можжевельника, что ли? Нет, у можжевельника, ребят, сашиши. Нет, нет, у можжевельника другая история. И это даже не как у тисов. Потому что у тиса там орилус, а это… Это разрастание ножки. Но фактически это разрастание, если так можно выразиться, цветоножки. Понятно, что здесь нет цветоножки, но аналога цветоножки. Ребят, я забыла слово. Я буду мучиться долго и упорно. Значит, смотрите, это лист ногоплодника. Мы же это будем еще изучать? Да, да, да. Когда у нас пойдет систематика, мы это будем обсуждать. Значит, это вот лист этого пудокарпуса. Выглядит реально как лист. Проводящий пучок здесь не захвачен, но где-то вот здесь вот будет. И вот это вот все – это у нас трансфузионная ткань. Если у сосны трансфузионная ткань располагается строго вокруг проводящего пучка, то здесь это не так. Здесь она, да, она будет подходить к проводящему пучку. Вот здесь у нас будет проводящий пучок. Но еще она тянется вдоль всей листовой пластинки. Вот такая вот история. А вот у пихты, например, там проблемы. Так, еще несколько особенностей. Это, конечно же, ксерофитные приспособления некоторых ксерофитов к наличию влаги. Ну, смысл в том, что если мы с вами вспомним олеандр, который делает вот такие как бы камеры, волосатые камеры для того, чтобы стабилизировать уровень транспирации, то, например, листья некоторых ксерофитов, и это не всегда ковыль волосатик, а вот здесь справа, вот то, что здесь подписано, вот это вот, это чий, трава чия, это тоже, короче, злочина туда же. Ну, потому что не только у ковыля волосатика такая история. В зависимости от того, влажная ли сухая погода, за счет астматических сил листовая пластинка либо полностью прямая, либо имеет загнутую форму. Как вы понимаете, это совершается для того, чтобы, а устица будет находиться где-нибудь, вот, в общем, с этой стороны будут находиться устица, для того, чтобы формировалась некая камера, в которой транспирация будет идти с меньшей интенсивностью, потому что влажность там будет больше. И, соответственно, это позволяет контролировать скорость транспирации вина и не высохнуть сильно. Вот, это тоже ковыль волосатик. У него такие очень классные формы, улыбашки эти, проводящие пучки, плюс всякие вот эти вот трихомки. Вот, ну и, соответственно, вот здесь. Вот сейчас мы посмотрим назад. Вот они, это особые клетки, вот эти вот клетки, за счет которых, за счет изменения в которых, за счет изменения осматического давления в которых происходит либо разгибание листовой пластинки, либо сгибание. Как вы понимаете, еще раз вопрос к 10-11 классам. Значит, чтобы разогнуться, вода должна поступить в эти клетки или уйти из этих клеток? Так, поступить. Да, правильно, Андрей, поступить. А, соответственно, если мы будем их обезвоживать, эти клетки, то, соответственно, будет происходить вот это возгибание. Вот, дальше. Еще одно растение с особенностями, это целая группа растений. Это так называемые С4-растения с С4-фотосинтезом. Очень часто у таких растений, кстати, какой тип листа будет? Дрозавентральный, унифациальный или изолатеральный? Изолатеральный, наверное. Да, это изолатеральные листья. Значит, у изолатеральных листьев, ну, в частности, потому что там тропические всякие жаркие страны, еще у некоторых изолатеральных листьев наблюдается кранцанатомия. Здесь ничего особенного нет, кроме особого типа клеток мезофила. Они будут являться частью клеток мезофила. Но с точки зрения физиологии они уж слишком будут отличаться. И они называются клетками обкладки. Так как первый их описал немецкий ботаник, он писал, что это похоже как на корону вокруг проводящего пучка. А краунс по-немецки – это корона. Поэтому это называется кранцанатомия или кранцевая анатомия. Значит, с точки зрения физиологии, 10-11 класс прекрасно должен знать, чем они отличаются. С точки зрения 9-го, 8-го и всяких младших наших классов, замечательных наших детенышей, единственное, что вы должны понимать, что там эти клетки обкладки очень часто будут больше клеток мезофила. Просто по размеру. Там будут хлоропласты. У некоторых растений не будут отличаться от хлоропластов клеток мезофила. У некоторых нет. 10-11 класс должны всем про это знать. Вот то, как это выглядит на флуоресцентном микроскопе. Ну, все равно красиво. Вот. Особое, конечно, особое место во всем этом деле занимает анатомия жилки. А так как классическим примером кранцанатомии является лист кукурузы, потому что кукуруза у нас С4 растения, то вот эти вот… Самое интересное, что у них есть вот эти вот гигантские, совершенно широкопросветные сосуды. А теперь, внимание, вопрос. Они такие здоровые. Можно подумать, что это сосуды вторичной ксилемы. Вопрос. У кукурузы может быть вторичная ксилема? Так, что нам там народ написал? Что написал народ? Нет. Нет. Да. Совершенно не может быть вторичной ксилемы у кукурузы. Вот. Поэтому это просто такие… Они однодольные, да. Это очень-очень большие широкопросветные сосуды. Но на самом деле не сосуды, а трохииды, метоксилемы. Вот такие вот гигантские. Плюс еще отдельная воздушная полость. И вот эта вот воздушная полость, как вы понимаете, нужна и для газообмена, и для мобильности. Мобильность никто не отменял. Это тоже такое механическое приспособление. Ну, вот еще та же самая кранс анатомия. Ну, красота же. Причем, посмотрите внимательно. Вот это вот эти вот bundle sheet cells, вот эти вот клетки-обкладки. Если смотреть на продольные срезы листьев, оказывается, что они реально гигантские размеры. Одна клетка – это как две или три клетки мезофила. То есть они не только на поперечном сечении оказываются здоровыми, они и в продольном срезе гигантские. Вот. Ну, прям очень большие клетки. Вот. Так, ну, про это мы поговорили. И последнее в двух словах расскажу чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Расскажу про видоизменения листьев, потому что там, ну, считайте, говорить не о чем, потому что мы с вами уже и так фактически все, все, что возможно, обсудили. Значит, с точки зрения метаморфозов, самая главная метаморфоза, которая может произойти, это, конечно же, видоизменения, связанные с другим способом питания. При этом это не всегда хищничество. Иногда это так называемые асцедиатные листья. Упс, куда я, куда ты, зайка моя. Асцедиатные листья, ну, например, у некоторых, у некоторых, в общем, есть такое растение, дисхидия арафлеза, она эпифит, она растет на других растениях. И для того, чтобы не делать, например, воздушные корни, как это делают орхидные, она делает по-другому. Она разращивает гигантский лист, ну, меняет его, соответственно, анатомию. То есть даже если она не меняет анатомию, она меняет мафологию. У меня просто компьютер подсоединен к телефону. Телефон находится в другом месте, я здесь. Ладно. Значит, у асцедиатных листьев может не меняться анатомия, но с точки зрения физиологии там происходят очень большие изменения. Почему? Потому что заложение листа, его формирование, какие будут размеры, все это контролируется на уровне экспрессии определенных генов в определенных местах. Вот с точки зрения этих процессов там будут происходить очень сильные виды изменений. Я не искала анатомические срезы вот этих асцедиатных листьев, но мне кажется, что с глобальной точки зрения там вот сильных метаморфоз не происходит. Ну, может быть, они будут похожи на эти, на радиальные листья, да, и там как-нибудь эпидерма может быть изменена. Ну, все-таки может быть такое. Так, следующее наше с вами растение – это, естественно, всякие наши с вами россяночки, ну, потому что хищники. Что там меняется с точки зрения анатомии? Это там сильно меняется анатомия трихом. Прям сильно. Потому что там особые трихомы, особая физиология, выделяющая вот эти вот, ну, то, что там переваривает и то, что прикрепляет, все это, конечно, меняется. Дальше. Не все же ловят на липкость трихом. Некоторые ловят, создавая действительно по анатомии отличающиеся и по морфологии сильно отличающиеся листья. И тогда мы говорим про какую-нибудь сарацению или троллингтонию. У них и окраска меняется, и анатомия меняется, и, самое главное, морфология меняется. Да, у них тоже там особые трихомы, но это не на поверхности, а там вот в основании чашек. То есть сильные довольно видоизменения. Также водный хищник у нас – это утрекулярия, это пузырчатка. Ну, если что, вот это вот лист. Это не рачок. У него есть особые суперразветвленные трихомки, как вот у всяких рачков. Это чувствительные трихомки. Если там кто-то касается их, то, значит, быстро происходит такое движение. То есть открывается, там просто создается отрицательное давление внутри этого листа метаморфизированного. И когда, соответственно, кто-то касается, то открывается стома. Ну, то есть в данном случае это не совсем усица. Открывается вот этот рот, и сильно быстро засасывается вода вместе с тем, кто потрогал эти усики. Вот такая вот история. И, как вы понимаете, там с физиологической и с анатомической точки зрения, здесь прямо вот метаморфоза, метаморфоза. Ну, и еще есть другой тип вот этих листьев, которые захлопываются. То есть если в первых двух случаях это, значит, заманить, приклеить, то здесь это захлопнуться. Самые сильные виды изменения, конечно, касаются вот этой вот срединной жилки и клеток рядом со срединной жилкой, потому что именно там и осматические изменения в этих клетках будут опосредовать вот эти вот открывательно-закрывательные движения. Ну, еще одно вид изменения совершенно другого характера – это филодии. Я, на самом деле, уже неоднократно о них рассказывала. Филодии – это уплощенные черешки. Ну, все-таки черешок – это часть листа. Собственно, помните, я вам рассказывала о том, что одна из теорий гласит, будто у однодольных настоящих листьев-то и нет. И она зиждется на том, что вот эти филодии, вне зависимости от того, у кого они возникают, они всегда имеют параллельные листы расположения. И эта теория говорит о том, что однодольных, так как у них вот это вот параллельные листы расположения, нормальных листовых пластинок не формируются. А у них вот на самом деле вот эти вот все филодии. Ну, теория теории очень красивая. Как вы видите, вот здесь вот слева у нас акация чернодревесная. Посмотрите, не все филодии заканчиваются настоящими листьями. Собственно, это подтверждение той теории. А это кислица, это реально кислица, иглицеподобная. А почему иглицеподобная? Помните, иглица – это же русскус. Это у них же эти филокладии. Выглядит как похожее, но там все-таки побеги видоизмененные. Здесь листья. А настоящие листья – вот они. То есть, когда у тебя есть филодии, то тебе фактически настоящие листья перестают быть нужны. Это также говорит в пользу вот этой же теории про ненастоящность листьев однодольных. Ну и последняя метаморфоза, она уже анатомического характера. Это, конечно же, вот эти вот плотные жесткие почечные чешуи, особенно если мы говорим про какие-нибудь катофилы, то есть листья низовой формации, прикрывающие почки. Что важно здесь? Конечно же, это обилие, гигантское количество механических элементов. А так как все это должно быть все-таки мобильным, то механические ткани у нас будут представлены каленхимой. То есть не склеренхимой, а каленхимой. Почему каленхима? А потому что она будет мягкой, она будет подвижной. А это очень важно. Ну, конечно, и мизофил будет присутствовать, если надо. Но если прям совсем припрет, мы сделаем отдельные механические включения склеренхимного характера, то есть отдельные клетки склеренхима. Но тем не менее, все равно это в основу прочности будет ложиться именно каленхима. Так, на этом мы с вами закончили.